Поздравляю вас с днём рождения! Удачи вам! Счастья вашей жене и здоровья вашему маленькому сыну! Вы выбрали прекрасный подарок! Гриша, ты дебил? Как? В первую очередь, не у меня сегодня день рождения. Во вторую очередь, какая жена нафиг? У меня нет жены. В третью очередь, какой маленький сын Мелкий уже раскабанел просто до быка такого огромного. В четвёртую очередь, ты мне тут зубы не заговаривай. В пятую очередь, сколько я тебе должен за вот этот подарок золотых монет? Быстро давай, у меня нет времени ждать. Три стака золотых монет! Ну тогда сразу вот так, три стака, Гришечка, забирай. Вот так, дорого, конечно, но... У Мелкого сегодня много праздников. В первую очередь, у Мелкого сегодня день рождения. Да, я вот сам обосрался, ну в смысле, испугался, ну в смысле, обрадовался тогда, когда узнал то, что у Мелкого сегодня день рождения. У меня-то вчера стрим был, а у меня стримы есть из Тёпа и Гриша, не знал каждый вторник, четверг, субботу на канале в 7 вечера. Если бы вчера подписчики мне не сказали то, что у Мелкого сегодня день рождения, 31 мая, я бы, честно, даже не вспомнил. Поэтому вот этот подарок сегодня Мелкому на день рождения и на второй праздник. Мелкий сегодня женится. Да. Ладно, Гриша, давай тогда сразу к делу. Если можешь, возьми, перетащи вот этот подарок к Мэрии, потому что именно там я Мелкому хочу подарить его. Всё, а мы, Стёпа, с тобой пошли, потому что ещё надо подготовиться к таким... Подождите! Надо подготовиться к таким праздникам, которые сегодня намечаются. Сразу два праздника. Ёберный театр. Так, прицеп с бабками оставим. Вот, здесь... Всё, Стёпа, пошли, закрывай ворота и давай поднимайся в мою хату. А ты уверен, что не хочешь сорвать свадьбу Мелкого? Я... Да ты что, конечно, нет! Я своему сынишку, вот этому кабану огромному, я ему только счастья желаю. Стёпа, давай заходи. Какую свадьбу срывать? Да если я сорву свадьбу Мелкого, если я просто приду к нему на свадьбу и кину в него вот эту вакцину, вот так, он же возненавидит меня до конца жизни. Он больше со мной жить не будет и не будет меня считать за родного отца. Ну, не родного, приёмного, он как бы приёмный. Если Стёпа и срывать свадьбу Мелкого, то очень аккуратно. И так, чтобы он не заподозрил то, что это мы сорвали его свадьбу. Вот тут-то надо придумать, как его сорвать. Ну, не-не-не! Конечно, не! Я не буду срывать его свадьбу, Стёпа, нет! Подписчики же в комментариях, прикиньте, что писали. Эдисон! А может, ты отстанешь от Мелкого? Он уже взрослый, он сам решит, на ком ему жениться. Да ладно! Ему 7 дней назад было 7 годиков, сейчас ему 18 лет, и Мелкий за последние 2 дня двум девушкам предложение сделал, да. Сам решит, ага. Чё-то ты сам на себя не похож. Странный ты какой-то. Я странный? Да не, Стёпа, это всё подписчики писали в комментариях, чтобы я отстал от Мелкого. Ну, я тогда отстану от Мелкого. Вот, я тебе тогда прилагаю прямо сейчас отправиться на его свадьбу, она проходит вот сейчас уже вроде, надеюсь, что мы на неё не опоздаем. Как раз-таки подарок ему подарим, а? Пошли, Стёпа, конечно, пошли! Я не странный, и да, и свадьбу Мелкого я срывать, конечно же, не хочу. Да зачем? Мелкий же мой родной сын, зачем ему свадьбу срывать? Подписчики же говорят, что не надо. Ну, значит, не надо. С-с-с, ну, свадьба, ну, 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 чё взять с этой свадьбы? Ну, если Мелкий хочет, хочет эту свадьбу провести, да я вообще как бы, я не злой даже, я не злой даже на Мелкого, то, что он хочет свадьбу провести. Да мне-то какая разница? Вот как раз-таки уже там всё подготавливается, вот уже Мелкий вроде стоит с Олечкой. Ори, как у тебя много посетителей мелких, да, Рикардо и Маргарита Степановна. Мы не опоздали на свадьбу? Успели? Ещё не успели они пожениться, не? Ну, ну, вы можете начинать, священник, мы тут просто посидим, подождём, пока Мелкий закончит вот эту всю дичь свою со свадьбой. Согласны ли вы быть вместе в радости и печали? Согласна. Согласен. А вы, 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 извините, что я вас прерываю, а можно сразу к последней стадии этого процесса? Вот сразу, типа, готов ли ты взять жены, готов ли ты взять мужья? И всё, и закончим сразу же вот эту сраную свадьбу, не будем тянуть. Как пожелаете. Олечка, согласны ли вы взять в мужья Мелкого? Конечно, согласна. Мелкий, готов ли ты взять в жены Олечку? Так, ладно, я, на, на, на это я смотреть не буду, как бы, свадьбу срывать-то, конечно, вообще не хочется. Я бы мог просто сейчас так взять и вакцину в них кинуть, но, ну, ну, мелкий меня тогда будет ненавидеть. Я, я не могу на это смотреть, поэтому, мелкий, ты там хорошо. Подумай, нужна ли тебе свадьба, учитывая, что тебе 7 лет. И то, что ты выпил вакцину, не значит, что тебе 18. Я вот здесь постою, попержу, посижу и просто посмотрю, как мелкий портит всю свою жизнь прямо сейчас. Ну, подписчики же сказали, чтобы я ему не мешал, ну, значит, я ему мешать не буду. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Стоп, 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 стоп. Куда? Какая Аленка? Хотя, ну, я же сказал, что если срывать свадьбу Мелкого, то так, чтобы он не подозревал, что я ее сорвал. А, ну тогда Аленка сорвет ее сейчас. Мелкий, я тебя люблю и хочу быть с тобой всегда. Че она сейчас пернула? Я не понял. Мелкий, ты возьмешь меня в законные жены. Олечка, ты не против? Конечно, Мелкий не против. Я всегда мечтал об Альфой семье. Не, я как бы хотел, чтобы свадьба Мелкого сорвалась, но это совершенно какой-то другой уровень. Подождите, так свадьба срывается или свадьба вот это в два раза больше становится? Ты че, Аленку замуж берешь? Или как? Я сейчас вообще не очень понятно, но ничего не понятно. Священник, тогда объявляю вас мужем, женой и женой. ЖЕНИХ! Можете поцеловать жену и жену. Ну ладно, я не буду вмешиваться. Подписчики же в комментариях писали, что, мол, Эдисон не лезть в жизнь мелкого, а мелкий лучше знает, что тебе делать. И то, что ты его отец, это не важно. Ну, конечно. Подписчики, кто-то в комментариях думает, что родители не должны следить за жизнью своих детей. Ладно, я поздравляю и Аленку, и Олечку, и тебя, мелкий. Вы огромные, сейчас счастливая, я трехзначная семья. Дети мои, подойдите, пожалуйста, сюда. Я подготовил вам сегодня сюрприз. Ну, для тебя только, мелкий, для тебя, Олечка. Я в душе даже не чел, то, что ты сегодня Аленку сюда придешь. Поэтому, мелкий и Олечка. Держите стремянки, держите ножницы, и распаковывайте весь этот подарок. Я очень сильно надеюсь, что он вам понравится. Вперед, дети мои! Бать! Спасибо тебе! Ты лучший батя! Не надо благодарности, мелкий. Хотя нет, надо, но не надо благодарности. Ну, я так подумал, то, что ну, один мотоцикл будет для Олечки розовенький, второй мотоцикл будет для тебя, мелкий, голубенький. Тебе же голубенький не всегда нравился, вот. А ты, Аленка, за ними пешком тогда будешь бегать. Я же не знал, то, что вы втроем сегодня поженитесь. Но это, мелкий, еще тоже не все. Я так решил... Я так решил, мелкий, то, что, как бы, если вы втроем сейчас будете жить вместе, вы большая семья, я решил, мелкий, тебе подарить квартиру. Настоящую квартиру! Ну, ты же не можешь жить сейчас со мной! Вы втроем будете жить, мы не поместимся в одной хате, поэтому, мелкий, за городом, в том городе, где живет ванчос и там, где бабка-ёшка живет, ключи от твоей новой квартиры, мелкий. Переезжайте туда и живите втроем. Вот можете, можете еще кого-то замуж взять, можем ванчоса позвать, может, его в замуж взять, а можешь Рикардо на себе поженить, а можешь и меня, как бы, замуж взять, можешь весь город замуж взять, мелкий, если тебе так не терпится всех баб в этом городе замуж взять. Мелкий, теперь мы счастливая семья! Вот! Слушай, Олечку, слушай, Олечку, сейчас вы счастливая семья. Да. Ну, мы тогда тут все хотим устроить вечеринку у нас дома, ты тогда тоже приходи. А, не, 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 мелкий, за меня не беспокоиться, я уже старый, пожилой, на пенсии 24-летний вот этот пенсионер. Не, я пойду домой, я посплю, мелкий, 4 часа дня, уже поздно, надо идти спать. Вы тут развлекайтесь, Степа, ты тогда тоже, давай иди за мной. А я вот не против потусить, Степа, а я вот сказал, чтобы ты шел за мной, потому что у нас еще дел много, мы с тобой два старпера, пойдем домой, там, в домино поиграем, в карты, в шахматы. Степа, мы найдем, чем заняться. Все, мелкий, удачи тебе там и твоим женам тоже. Дурдом, мать моя святая женщина, до чего я докатился, я только что своему сыну разрешил на двух бабах одновременно жениться. Ну, под подписчики, подписчики же писали в комментарии, что я не должен влиять на решение мелкого нам. Ну, все, тогда, Харр, я не буду ничего делать. Ага, не буду. Да. Просто индийское кино какое-то, Степа. Один мужик на другой бабе женится, другая баба на третьей бабе женится, потом их батя им в подарок два мотоцикла дарит, потом квартиру дарит. Но, Степа, чтобы ты не подумал, то, что я вот это, чердаком потек, что я с катушек сетел, что я вообще вот это с ума нафиг сошел. У меня всегда все продумано на 30 шагов вперед. Если я такую дичь творю в сегодняшней серии, это значит то, что все под контролем, Степушка. Все под контролем. Че это за гроб на колесах? Это для тебя, Степа, чтобы тебя там похоронить. Ты че тупые вопросы такие задаешь? Давай, помогай мне, расчехляй вот этот гроб на колесах, как ты назвал, и заходи в сундук, и забирай все вещи, которые я тебе там припас. Забирай по одной бите, забирай по балаклаве. Я заберу парочку С4, и напяливай это прямо сейчас на себя, Степушка. Расчехляй эту тарантайку, я как бы и мелкому сегодня подарок сделал, и себе подарок сегодня сделал. У мелкого мотоцикла, у меня сегодня гроб на колесах. Красота-то какая, Степа. Стоп! Степа, стоп! Гена? А ты тут че делаешь? Живу я тут, незаметно что ли? На помойке? Ты че, бомжарой стал? А почему я только сейчас узнаю то, что ты возле моего дома живешь? Ну, как бы, дома у меня нет. Здесь живу уже несколько недель. Мой почти самый лучший друг после Степы живет бомжарой на улице. Ты че, сказать не мог? Я бы тебя хотя бы домой приютил бы, ты у меня на полу бы там спал, а ты сидишь молчишь, партизан Петрович. Ладно, с тобой мы раздеремся чуть позже. Если хочешь, может нам прямо сейчас помочь. Нам надо кое-что с мелким провернуть. Как я сказал, если срывать свадьбу мелкого, то так, чтобы он не заподозрил, что это мы ее сорвали. А что делать надо-то? Заходи в сундук, забирай биту, напяливай балаклаву и садись в тачку. Ну че, пацаны, сегодня как бы свадьба, да еще и день рождения. Готовы оторваться на полную катушку, а? Хе-хе-хе-хе. Ну если готовы, запиндюхивайте сракостанцию в тачку, в автобус этот и погнали. Я за рулем. Вы садитесь. Степа, а че гроб на колесах-то? Хорошая тарантайка, пятиместная, тут все могут поместиться, еще и серого цвета такого, неприметная, как раз таки хорошо послужит для того, чтобы наказать мелкого и сорвать ему наконец-то эту свадьбу. Так, припаркуемся где-то вот здесь. Сейчас я вам по центре расскажу, что нам с вами нужно будет делать. Вылезайте давайте. А сейчас слушайте внимательно и не перебивайте. Через минут пять мелкий будет проезжать по этой дороге, потому что я ему сказал, что его новая квартира находится в соседнем городе. Я одолжил у своего старого знакомого немножечко взрывчатки. Прямо сейчас я заминирую этот мост и когда мелкий подъедет со своими тёлками на вот этих мопедах, я взорву этот мост. Ты, Степа, сядешь в тарантайку, вот этот гроб на колесах, заблокируешь им выход сзади них, чтобы они остались здесь на мосту. И мы с вами должны похитить мелкого. Только старайтесь разговаривать не своим голосом, чтобы мелкий не заподозрил то, что это мы. Ничего не понял, но очень интересно. Ага, ну вот, в принципе, всегда так наши планы и работают. Нифига не понятно, но всё интересно. Короче, когда мост взорвётся, тогда выезжай на этой тарантайке. Здесь заминируем, здесь заминируем, здесь и здесь. Микаса, четыре динамита должно хватить, но на всякий случай ещё можно кидануть вот сюда. Всё, ждём мелкого, когда он подъезжает, тогда вы выезжаете. Только спрячься за тарантайкой этой, чтобы мелкий вас не увидел. Если не я брошу вакцину в мелкого, тогда похитители бросят вакцину в мелкого. Мелкий не догадается, что это я испортил ему всю его сегодняшнюю свадьбу. Вы там двое готовы, нет? Надеюсь, что да. Ждём мелкого, когда он будет подъезжать, я взрываю этот мозг чёртовой бабушки. Вы там не пугайтесь, если шандарахнет хорошечно. А там вроде как раз-таки уже кто-то едет. Так, так, надо спрятаться вот здесь, надеюсь, то, что взрыв до меня не достанет и не разнесёт. Здесь ещё раз, два, плюс! Субтитры создавал DimaTorzok